Доброе утро! Чтобы через листья корневая система максимально взяла питательные вещества. Ага, то есть они до середины октября еще должны быть слиствой, понятно. А скажите, просто я знаю, что многие обрезают розы в зиме буквально до 20 см. Мы будем это делать? Как вы к этому вообще относитесь? Знаете, я не обрезаю розы прям коротко. Я оставляю всю их длину. У роз я обрезаю только бутоны. Вот здесь, конечно, побольше веточка. Но вот обратите внимание, вот здесь вот почка, и я обрежу над почкой. Ой, Аня, а как же вот такие бутоны? Только-только цвет набрали, скоро распустится. Что, тоже обрезаем? Да, мы их тоже обрежем и поставим в букет в вазу. И будем любоваться ими дома. Ну все, собираем последние дачные лайки в инстаграме. Работайте. Качайте, качайте, Софья. А что это вообще за удобрение? На благо чего я отражусь? Для чего? Это фунгицид, профилактическая обработка от грибковых и бактериальных заболеваний. Еще один важный этап подготовки роз к зиме – это опучивание. Важно хорошо прикрыть корневую систему и стволы. Чтобы не замерзли. Да, таким образом мы их утеплим. А опилки? Сверху мы можем утеплить, также их прикрыть опилками. Просто я вам показываю для наглядности, что это может быть земля, опилки. А теперь можно наконец-то связать их, да? Да, все, последний этап. Связываем. Теперь то же самое проделываем с оставшимися розами. А Вася в этом помогает. И это было удачное решение. До следующей среды! Субтитры создавал DimaTorzok